Общее сведение. Герпетиформный дерматит дюринга встречается в любом возрасте, но наиболее часто он развивается в 30-40 лет. Мужчины более подвержены этому заболеванию, чем женщины. В некоторых случаях герпетиформный дерматит дюринга является кожной реакцией на имеющуюся в организме злокачественную опухоль внутренних органов, то есть выступает в качестве параонкологического дерматоза. Герпетиформный дерматит дюринга – причина возникновения. Причина и механизм развития герпетиформного дерматита дюринга неизвестны. У многих пациентов выявляется непереносимость белка глютеина, содержащей гаси в злаковых растениях. В пользу аутоиммунного компонента в развитии заболевания говорит об обнаружении игоантитеонограницы дермоэпидермиса в области базальной мембраны. Предполагают, что определенную роль в возникновении герпетиформного дерматита дюринга играет повышенная йодная чувствительность наследственность. Аскоридоз – воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта, гастрит, язвенная болезнь, вирусные заболевания, ОРВИ, герпетическая инфекция ДРЭ, закрывающая круглая скобка точка. Симптомы. Обычно герпетиформный дерматит дюринга имеет острое начало с появлением очагов полиморфной сыпи. Высыпания могут предшествовать умеренный подъем температуры тела, общая слабость, зуд и чувство покалывания. Элементы сыпи могут возникать на любом участке кожного покрова кроме подошвы ладоней. Но наиболее частое их расположение – это разгибательные поверхности рук и ног, область лопаток, плечи, поясницы, ягодицы. На ладонях могут возникать петихие и экхемозы крупные, больше 3 мм, пятна внутри кожных кровоизлияний. Высыпание сопровождается выраженным дискомфортом, ощущением сжения, интенсивным зудом и парэстезиями. Поражение слизистых оболочек при герпетиформном дерматите дюринга, как правило, отсутствует. В редких случаях полостерта могут возникать пузыри, быстро переходящие в эрозии. Истинный полиморфизм сыпи при герпетиформном дерматите дюринга связан с одновременным появлением на коже различного размера эритиматозных пятен, волдырей, попул и пузырей. Со временем к истинному полиморфизму присоединяется ложный, образуется связанный с трансформацией высыпания эрозии корочки, а также вызванной сильным расчесыванием кожи и экскариацией. При заживлении элементов сыпи на коже остаются очаги гипо- и гиперпигментации, иногда рубцы. Эритиматозные пятна при герпетиформном дерматите дюринга имеют четкий контур и округлую форму. Их гладкая поверхность часто покрыта расчесыми, кровянистыми и сирозными корочками. Со временем они пропитываются выпадом из расширенных сосудов и превращаются в похожие на волдыри-уртикароподобные образования. Последние растут по периферии и сливаются, трансформируясь в розово-синюшные очаги, покрытые корочками, расчесами и пузырьками. Наряду с этим эритиматозные пятна могут переходить в сочные розово-красные папулы. Кроме того, возникновение папулы-уртикароподобных высыпаний может происходить без стадии эритиматозного пятна. Пузырные элементы сыпи при герпитеформном дерматите дюринга могут быть небольшого размера, визикулой диаметром более 2 см, булезные высыпания. Они заполнены прозрачной жидкостью помутнений, которая говорит о присоединении инфекции. Пузыри вскрываются и подсыхают с образованием корки. Из-за расчесывания происходит снятие корки и на месте пузыря остается эрозия. В зависимости от преобладания того или иного вида сыпи над остальными выделяют следующие виды герпитеформного дерматита дюринга – популезную, визикулезную, булезную и уртикароподобную. Возможно атипичные варианты заболевания – трихофитоидной, экзематоидной, страфлоидной дыры. Острые периоды герпитеформного дерматита дюринга сочетаются с довольно продолжительными ремиссиями от нескольких месяцев до года и более. Обострение часто протекает с ухудшением общего состояния больного, подъемом температуры, нарушениями сна. Диагностика при подозрении на герпитеформный дерматит дюринга проводит йодную пробу ядосона. На здорового участка кожи накладывают компресс с мазью, содержащей 50% йодида калия. Через 24 часа компресс снимают. Выявление на его месте покраснения – визикул или попул – говорит в пользу герпитеформного дерматита дюринга. Если проба отрицательна, то ее повторяют. Для этого через 48 часов накладывают такой же компресс на область пигментации, оставшейся после бывших высыпаний. Пробу ядосона можно проводить с приемом препарата йода внутрь. Но такое исследование чревато резким обострением заболевания. При герпитеформном дерматите дюринга в клиническом анализе крови обнаруживается повышенное содержание иозинофилов. При цитологическом исследовании содержимого пузырей также выявляется большое количество иозинофилов. Однако эти данные, как и проба ядосона, не являются обязательными или строго специфичными для заболевания. Наиболее надежным способом диагностики герпитеформного дерматита дюринга считается гистологическое исследование участков пораженной кожи. Оно выявляет расположенные под эпидермисом полости скопления иозинофилов, нейтрофилов и остатков их разрушенных идер. Реакция прямой монофлоресценции риф обнаруживает на верхушках дермальных сосочков отложения ига. В диагностике булезной формы герпитеформного дерматита дюринга необходима дифференциация с другими булезными дерматитами, булезным конфигоидом, вульгарной пузырчаткой и другими видами пузырчатки. Поскольку герпитеформный дерматит дюринга является параонкологическим заболеванием для пациентов пожилого возраста желательно проведение дополнительных обследований для исключения онкологической патологии внутренних органов, узи органов брюшной полости и мочи половой системы рентгенограмму легких КТ-почек и тому подобное. Продолжение следует...